Здравствуйте, ребята! Приветствую вас на торговой сессии среды. Сегодня довольно-таки интересный день с точки зрения макроэкономических отчетов. Но прежде чем перейдем к ним, давайте традиционно начнем с рубля и поведения нефти. Смотрим на графики. Рубль продолжает цепляться за поддержку в районе 50 против американского конкурента. Это мягко сказано. Можно даже сказать, что сейчас эта поддержка уже конвертирована в сопротивление, поскольку все-таки рубль умудрился даже оказаться ниже этой планки. Что касается ключевых факторов на российском рынке, дополнительных новостей здесь нет. Все по-прежнему. Значит, сразу же переходим на динамику нефтяного ресурса. Откройте бренд и посмотрите на вчерашнюю торговую сессию, когда у нас локальный максимум был обозначен в каком районе? 67 с небольшим. А если быть точным? Практически 68. Очень много интересных событий касательно динамики нефти вчера было на рынке. И в частности это факторы, которые с одной стороны, разумеется, предполагали поддержку для нефти и в итоге сказались этой поддержкой. Есть также негативные моменты. Но начнем с позитивных, поскольку все-таки, учитывая вчерашнее восходящее движение, они оказались определяющими. Сначала рынок ожидал практически всю торговую сессию данных по запасам нефти в США. Напомню еще раз, что во вторник у нас такую оценку дает частное агентство АПИ. А в среду мы переключаемся уже на официальные данные от Минэнерго США. Вчерашний отчет еще раз подтвердил, скажем, уже, может быть, новую локальную тенденцию, которая формируется. Эта тенденция касается уже сокращения запасов. Минус 2 миллиона баррелей. Сегодня официальная статистика. Посмотрим, насколько она будет, будет ли вообще совпадать с оценкой АПИ. Но вероятность того, что и от Минэнерго будут похожие цифры высока. А другой фактор, который также оказал поддержку позиции черного золота, это снова ближневосточная ситуация и возобновление авиадаров, которые, в принципе, произошли буквально за несколько часов до подписания мирного соглашения. Очень неожиданное действие, на самом деле, только усугубляющие общую экономическую ситуацию, общую политическую ситуацию. И очень, скажем, неожиданное событие, учитывая то, что, в принципе, компромиссы уже ожидали, и условия договоренности уже были достигнуты. Но почему-то мы видим то, что реальность оказалась иной. Соответственно, ближневосточный конфликт, снова тема, интересная для позиции черного золота. Но это, скажем, локальный фактор поддержки. Вы не забывайте о том, что эта конфликтная ситуация может очень быстро сойти на нет. Тем более, что ситуация в Йемене уже неоднократно подтверждала вот эти качели в плане настроений и фактического исхода. Теперь, что касается негативных факторов, здесь, ребят, немного о статистике. Хочу обратить ваше внимание на факт увеличения добычи нефти в Саудовской Аравии. На текущий момент объемы добываемой нефти в Саудовской Аравии составляют 10 и практически 31 миллион баррелей. Это выше, чем, скажем, оценка и фактические объемы добычи прошлого месяца. Что касается в целом стран ОПЕК, то здесь уже чуть-чуть еще осталось до планки в 31 миллион баррелей в сутки. И в целом ОПЕК еще раз вчера сообщила о том, что сейчас на рынке существуют избыточные предложения как минимум на 2 миллиона баррелей. Это, ребята, такой стратегический позиционный фактор, который, в принципе, уже готовит нас к тому, что на приближающемся заседании ОПЕК страны нефтяного картеля сделают все возможное, чтобы отставить свою долю на рынке. А самый верный способ для того, чтобы добиться этого, это как минимум сохранить прежние объемы выработки. Но учитывая то, что сейчас мы видим уже показатели выше 30 миллионов баррелей в сутки, думаю, что фактически пересмотренный показатель может оказаться даже еще выше. Поэтому нефть карабкается вверх, учитывая вот эти локальные факторы поддержки. Но среднесрочные, долгосрочные и позиционные трейдинга предполагают то, что все-таки есть объективные факторы, указывающие на возможность того, что текущее значение, как мы отмечали, недалеко от 70 являются, наверное, предельными в плане стоимости бренда. До ОПЕК остается до заседания совсем чуть-чуть, месяц, может быть, даже поменьше. В целом это событие номер один, и не стоит забывать о той реакции, которая стала для рынка реальностью по факту последнего заседания. В принципе, прошлое заседание послужило одним из основополагающих и мощных факторов разгрузки нефти. То же самое может случиться и сейчас. Самое правильное – это принимают сейчас верные решения, и ни в коем случае не нужно преувеличивать возможности нефтяного актива в плане продолжения роста. Разумеется, если нефть предпримет попытку вернуться в район 70, пусть даже на ближневосточном конфликте, оказывающем неплохую, конечно же, локальную поддержку, рубль может сохранить текущую проторговку недалеко от 50 против американского конкурента. Но, возвращаясь к позиции Центрального банка российских властей относительно того, что дорогой рубль не нужен, собственно, так же, как и слишком слабый, значит, можно ожидать дополнительных действий со стороны российских монетарных властей касательно повышения процентной ставки через операции валютного репо. Этот инструмент уже задействовался неоднократно, если быть точным, уже трижды, и локально он находил свое отражение в локальном таком же ослаблении позиции российской валюты. В любом случае, конечно же, ситуацию просто так российские монетарные власти не оставят на самотек. Соответственно, если крепкий рубль будет и дальше продолжать оказывать давление на стабильность бюджетной конструкции Российской Федерации, можно будет ожидать соответствующего выпада и ходов со стороны Российского Центрального банка. Поэтому сейчас все-таки локально смотрим на нефть, но прекрасно понимаем, что в любой момент, практически каждую торговую сессию, могут возникнуть дополнительные ходовые сюрпризы уже со стороны российских властей. Поэтому наша цель 55, она по-прежнему сохраняется. Переходим на евро-доллар. Вчерашняя торговая сессия восстановительная. Евро смог прервать череду разгрузочных дней против американского конкурента, да и против многих других валютных оппонентов. В целом, если найти причину, оказавшую поддержку главному валютному риску, можно констатировать, либо можно попытаться объяснить это восходящее движение тем, что Греция выплатила очередной транш международному валютному фонду на какую сумму 750 миллионов евро. И, в частности, этот транш был погашен даже еще накануне. То есть об этом сообщили международным валютным фонде, о том, что средства на счета поступили еще даже за день раньше до фактического исполнения, необходимости исполнения и фактических сроков погашения этого долга. Но, в целом, МВФ по-прежнему обозначает риски потенциального технического дефолта в Греции и, соответственно, выхода из состава еврозоны. Не стоит забывать о том, что впереди еще один транш, еще одно долговое обязательство также перед Международным валютным фондом, только в этот раз речь идет уже о порядке, практически о двух миллиардах евро. И этот транш назначен на 12 июня. То есть, по сути, остается еще совсем чуть-чуть, точнее, простите за оговорку, на 1 июня остается две недели для того, чтобы Греция нашла эти средства и, соответственно, исполнила свои обязательства. Эта сумма уже крутовата. Может быть, конечно же, если подключатся все резервники и запасники, ее смогут найти, но это уже будет предел возможностей для Греции. Учитывая остроту возникшей ситуации, вчера Германия выступила с предложением, даже обратилась к предложениям Греции относительно того, а не хотите ли вы провести референдум в стране касательно нахождения внутри валютного блока. То есть, если в стране проголосуют за то, что Греция хочет остаться, то есть, хотя Греция должна быть членом валютного блока, значит, Сириза и новоиспеченное греческое правительство просто будут обязаны пойти на те требования и условия, которые выдвигаются со стороны тройки международных корридоров. А вы прекрасно понимаете, что эти требования и условия реформирования и рынка труда, и государственного сектора, и фактически реформы, которые снова возвращают политику активных расходов. Это полностью противоречит тому предвыборному курсу и тем предвыборным обещаниям, которые давала Сириза. Вы помните, что партия Сириза – это партия, которая выступает против мер жесткой экономии. И фактически сейчас международные корридоры ставят Грецию перед выбором, может быть, даже этого выбора как такового нет, поскольку в первом сценарии, если Греция не исполняет свои долговые обязательства и все-таки выпадает из состава валютного блока, разумеется, это спровоцирует не только экономический кризис, но и такие же негативные и в плане кризисности политические последствия. Поэтому это удар для стабильности политического режима и текущего управления страной. В то же время, если сейчас будут предприняты попытки договориться, то есть если Сириза согласится провести те реформы, на которых настаивает Европейская комиссия, ЕЦБ и Международный валютный фонд, это фактически, опять же, обман народа, и также это может спровоцировать политический кризис. Поэтому, ребята, ситуация интересная, не знаю, конечно же, как на самом деле будут обстоять дела, но вы должны понимать, что времени все меньше, две недели, следим за тем, как Греция будет демонстрировать и показывать намерение касательно возможности нахождения компромисса все-таки по регулированию этого вопроса. Но это тема номер один, если посмотреть на динамику долгового рынка буквально всех европейских стран, все это указывает на то, что сейчас, скажем, ситуация весьма неопределенная и создает много рисков для экономической стабильности даже всего валютного блока. Разумеется, если поступят какие-то негативные факторы, думаю, что они сразу же будут дисконтированы в стоимости европейской валюты. Это нужно иметь в виду и нужно проявлять осторожность перед занятием длинных сделок по европейской валюте, особенно на фоне такого макроэкономического и новостного фона. Хочу также обратить ваше внимание на динамику долгового рынка, прежде всего немецкого. Вы знаете то, что немецкие бумаги по степени надежности ничуть не уступают американским трежерис. Если посмотреть на динамику немецких бумаг, то последние две недели доходность по ним просто зашкаливает. Если высокая доходность, о чем это говорит? Ну а наличие спроса или напротив, то что эти бумаги сейчас не пользуются спросом? Все верно. Поскольку если нет спроса, значит искусственно повышают доходность. Сейчас мы видим, что происходит с немецкими бумагами. Возможно, это следствие как раз запущенной программы количественного смягчения. Для европейской валюты как нужно вообще расценивать факт вот этого беспрецедентного роста немецких долговых бумаг? На самом деле европейская валюта традиционно обращает внимание на спред доходности вот этих двух защитных пластов и ключевых облигационных рынков. Это немецкий и американский. Соответственно, если какая-то из этих бумаг по доходности переезжает другую, значит инвесторы логично проявляют больше интереса к активам именно данной страны. И сейчас мы видим то, что немецкие долговые бумаги растут, американские бумаги также подрастают, но не могут поспеть за таким ростом немецких бумаг. Значит трейдеры делают ставку на европейский рынок и, соответственно, приток новых инвестиций в активы, номинированные в евро, поддерживают и европейскую валюту. Поэтому плавно можно перейти к прогнозу JP Morgan Chase, которые обозначили, что текущая ситуация на самом деле давно такого уже не было. Я и вовсе не припомню, когда последний раз немецкие долговые бумаги десятилетки разгонялись с 0,05 практически до 0,08 за две недели. И как раз этот инвестиционный банк указывает на то, что если в ближайшее время рынок доходности не удастся сломать, если он не придет в более логичную картину, можно будет ожидать возможное восходящее движение пары евро-доллар даже в район 1,15. Но нужно дождаться подтверждения со стороны продолжающегося роста, возможного продолжения роста немецких бумаг. В этом я буду держать еще вас в курсе. Соответственно, на брифингах будем возвращаться к этой теме. Но в целом вы должны понимать, что сейчас есть как факторы, конечно же, поддержки для евро, и есть такие же факторы, может быть, даже еще более определяющего и серьезного формата, негативный фактор разгрузки. Опять же, та же самая программа количественного смягчения и политический кризис в Греции. Идем дальше. Фунт. Текущая котировка актуальной цены. Фунт-доллар. На каком уровне? 1,5698 пробивает. Мы видим то, что фунт у нас уверенно преодолел уровень 1,55. Из важной статистики вчера были опубликованы данные по промпроизводству. Отчет оказался неплохим. 0,7% против 0,2%. Это оказало, конечно же, локальную поддержку британской валюты. Сегодня очень важный макроэкономический отчет – это данные по инфляции. Надеюсь, что вы помните о том, что инфляция сейчас, точнее, нахождение уровня инфляционного давления на очень незначительном уровне, является причиной, из-за которой Банк Англии до сих пор не может перейти к повышению процентных ставок. Поэтому сегодняшний отчет мы будем анализировать в 12.30. Он выйдет с точки зрения того, какие же сейчас перспективы перед этим показателем. Если мы увидим о снижении инфляционных ожиданий, разумеется, я думаю, что на рынке снова появится определенный такой приток спекуляций на тему того, есть ли вообще сейчас основания для повышения процентной ставки. И, точнее, когда вообще стоит ожидать повышения процентной ставки. Сейчас рынок ориентируется даже на середину, а то и даже на конец 2016 года. То есть растянутые ожидания, которые указывают на то, что мягкая экономическая политика продолжит сохранять актуальность для британского рынка. Соответственно, если сегодня мы увидим о снижении, услышим по факту отчета о снижении уровня инфляционного давления, я думаю, что для британца это может выступить неплохим фактором для коррекции. Поскольку текущее значение, мы уже с вами об этом неоднократно говорили, выше уровня 1.55, это слишком круто для британца, учитывая общий фундаментальный фон. И с этой оценкой соглашаются многие инвестиционные банки. Точнее, мы присоединились к идее многих инвестиционных банков, которые предполагают возможность коррекции фунта против доллара с уровней выше 1.55. Идем дальше. Австралийцы, откройте графики, посмотрите, у нас уровень 0.8 пока держится, текущая актуальная котировка ниже, должна быть 0.79 с небольшим. В целом, мы предполагали, что общая фундаментальная картина, общая слабость экономики и последние действия Резервного банка Австралии указывают на то, что экономика нуждалась в экономических стимулах, экономика их получила. Но для того, чтобы решить эти фундаментальные проблемы, должно пройти время. Уровень 0.8 это, скажем, то ценовое значение, из-за которого австралийцы по факту становятся очень дорогим. Помните комментарий Стивенсона, что по сути это критические значения, от которых лучше продавать австралийскую валюту. Мы, в принципе, обозначали эту идею еще неделю назад тех, кто смог дождаться уровня 0.8 и распорядиться в плане трейдинга через короткую сделку этой возможностью. Сейчас уже в небольшом профите, но те, кто еще не успел присоединиться к сделке, направленной на коррекцию австралийца, уровень 0.8, 0.850 это хорошее ценовое значение для занятия короткого трейда по австралийцу против американского конкурента. И еще пару слов про доллар, японская иена. Хочу предложить вам комментарии со стороны руководителя ФРБ Сан-Франциско Вильямса. Это один из голосующих членов Федеральной резервной системы. Эти комментарии касались текущей экономической политики и, собственно, тех возможностей и ожиданий, которые стоит придерживаться по коррекции процентных ставок и изменения монетарного режима. Вильямс коснулся последних слабых данных по темпам экономического роста в первом квартале. Но помните, что слабая оценка в первом квартале уже была констатирована как вызванная сезонными факторами и вряд ли будет иметь систематичное повторение. Поскольку первый квартал традиционно был достаточно слабым для американской экономики уже с 2010 года. Вильямс также отмечает, что в ближайшее время ФРС сможет выйти на целевые показатели по инфляции в 2%. И также констатировал реальные улучшения на рынке труда. То есть прошлый отчет Non-Farm Parils показал, что еще рано списывать данный сектор с реального тренда восстановления. Поэтому, если посмотреть на сроки повышения процентной ставки, есть, конечно же, специальный даже актив, инструмент, который торгуется на рынке, указывающий на ожидания. Сейчас наиболее вероятные сроки уходят на сентябрь, может быть, даже на более позднее заседание. Но нас интересует июнь, поскольку июнь, как уже констатировалось неоднократно, может оказаться одним из самых живых заседаний ФРС с точки зрения каких-то судьбоносных комментариев, спекулятивных слухов и высказываний со стороны руководства монетарных властей. К тому же на рынке присутствует идея о том, что повышение процентной ставки вполне возможно как сюрпризное прорывное решение для рынка, как это было с Национальным банком Швейцарии. Когда мы помним, что до фактического решения об отмене привязки 1-2 против европейской активы, Национальный банк Швейцарии заявлял о том, что они будут делать все возможное, предпринимать все возможные усилия для того, чтобы сдерживать эту планку. И вот буквально через несколько недель мы услышали о том, что Национальный банк Швейцарии отменил эту планку, сообщив о том, что это решение должно было быть таким же неожиданным, как и факт ее установления. Поэтому, разумеется, повышение процентной ставки это очень интересное событие. И если уж не делать ставку на непосредственное само повышение и изменение этой ставки, то, по крайней мере, не нужно упускать из виду тему активных спекуляций на то, когда же все-таки это может произойти. Доллар и японская иена сегодня также следят за фундаментальным фоном. Поэтому интересный отчет о роничной продаже. В целом, если оценить последнее промпроизводство и состояние американского рынка труда, можно предположить, что эти показатели должны внести свой вклад в улучшение потребительской активности, в их потребительский спрос. И, разумеется, это должно найти отражение в роничных продажах. Поэтому сегодня велика вероятность того, что мы увидим хорошие данные. И, значит, есть вероятность того, что эти данные смогут оказать поддержку доллару и поднять пару доллар-иена в район 120.50. Смотрим туда. Вопрос есть? Тогда большое спасибо за внимание. Ждем вопросов и комментариев на нашем официальном канале Амаркетс. Оставляйте их под видеоокном. Всего доброго. До свидания.